Михаил Визигин. Очень серьезная и очень трудно воспринимать. Для чего я полностью, кто-то потом возьмет, вернется к этому письму, посмотрит внимательно. Таких как Визигин все-таки не так много, даже среди вот, хоть я называю нас с вами элитой, то есть нового садоводства, но все-таки тут есть спорно-бесспорно. Вот. Ой, как же быть-то, я боюсь это все расшифровывать. Давайте только выборочно, ради интереса. Значит, про прививку почкой понятно, я, допустим, против нее, но максимальное воздействие, пишет Михаил, подвой на привой происходит именно при прививке почкой, так? Если подвой 3-4 года, ну, понятно, что, во-первых, подвой, уже заматерявшее дерево 3-4 года, особенно в Сибири, да? Вот. Прививка почкой. А почка она несчастная, когда черенок, это уже кусочек дерева, а при прививке почкой она легче поддастся. Вот. Ну, все равно, как бы сказать, всегда есть плюс на минус. Ладно, я боюсь. Вот. Ну, раз уже речь идет о разовом эксперименте, то я всегда... Ты можешь успеть. Ну и правильно. Так, иди, ложись рядом с ним. Так, значит, получается, что разовый эксперимент прекрасно, как опыт прекрасно годится, и выводы прекрасны, я с ними согласен. А дальше еще интереснее. Я не совсем согласен с этим комью, а утверждающим, что максимальное изменение происходит в зоне 10-сантиметровой прививки. Видите, друзья, может быть, это не всем интересно, но с другой стороны надо знать, как прививать, да? Вот Латинков придумал 100-миллиметровую зону, где максимальное изменение, где максимальное влияние подвой на привой, привой на подвой. Так. Вот. Мы с ним подружились благодаря вот таким вот... То есть я понял, что Латинков мужик непростой и, как сказать, очень наблюдательный. И, как бы называть, экспериментатор от Бога. Вот. А у меня было на тот момент другое выражение. Не 10 сантиметров, а чем ближе к месту прививки. Так. А теперь мы посмотрим Михаил Визигин. Я не делал акцент. То есть получается, что то, что мы читаем ниже, это я ближе к Визигину. Почему? Потому что чем ближе, это понятие широкое, но в то же время и точное. Чем ближе, тем лучше. Значит, где больше всего? Лучше всего. На самом близком расстоянии, на миллиметрах, на микронах. По его наблюдения максимальные изменения, пишет Михаил, происходят примерно в одном, максимум двух сантиметрах. Или на границе спайки калусов, привая по двое. Просто по факту наблюдений не раз появлялись из почек возникших на границе калусов привитых лимоном. Да, вот лимоны, они очень благодатный материал. Можно так экспериментировать, делать то, что, помните, я выше говорил, вверх-вниз переставлять и что угодно. И можно испробовать все варианты ближе, дальше. Вот. Именно на лимоне. А вот, знаете, чем трудно нам быть? Вот семечковая культура, они, яблони, груша, они не очень поддаются. Так, чтобы их изменить, это надо жизнь прожить и, может, даже не добиться этого. А вот косточковая культура, это такой благодатный материал. Помните мои опыты? Вишня, черешня, абрикос, это самое, ну и так далее. И вот, значит, получается так. Я считаю, что прав Ватенков, прав Михаил. Вот, я просто чуть-чуть интересную вещь назову. Вот, я зацепился за слова. На границе спайки калусов. Вы знаете, в науке есть такое слово, понятие, химера. Химера, это, знаете, как-нибудь, может быть, чудовище, какое-то уродство. Вспоминайте классическую химеру. Какой-нибудь птицы с головой человека или этот самый, человек с головой льва и так далее. То есть то, что долго не живет или вообще не живет. Это есть химера. И вот, и получается, что ее назвали так химерой. Пробовали работать с ней на границе спайки калусов. Вылезет где-то ветка. Но она какая-то, я пытаюсь это понять, объяснить. По десяти сантиметрах получится, допустим, от прививки. И можно получить и вегетативный гибрид, и достаточно морозостойкий, достаточно вкусный. А попробуйте на границе спайки, Михаил. Тут получается мешанина, такая мешанина этих самых генов, что они могут получиться что-то невообразимое. То, что вы себя Богом почувствуете. Или можете оказаться полностью, стопроцентной неудачей. Пройдет немного времени, и все эти химеры, так же, как птица с головой человека, жить не будет. Так и тут. Вот это я хотел сказать. Но то, что вам это интересно, то, что нам нужно этим заниматься, я ниже что подчеркнул, с какими-то новыми качествами. Ну, здесь эти качества, это уже бесконечный метод тыка. Значит, надо пробовать и в десяти сантиметрах, и в пяти, и в одном сантиметре. И каждый раз будет что-то получаться, а что-то наоборот не получаться. В одном случае, влияние по двое больше, в другом меньше. В одном случае, вкуснее плодят привое, в другом случае, а не получиться, что их дикарь так перекорежил. Видите? Ну, в то же время, мне нравится вот так же, как товарищ Выше, да, так и вам я тоже самое говорю. Вот этим надо заниматься. А дальше еще интересное. Вот это вы будете читать сами, я немножко пропускаю. И вдруг, в самом конце, вдруг внезапно, Михаил, я прочел Ваше, как ее назвать, Ваше сообщение. В Малом и Оламане, в экспериментальном питомнике СОРАН, вот, Новосибирска, акклиматизировали для Сибири южные сорта груш и яблонь. В начале почкой, получая вигнативный гибрид, вот, казалось бы, да, помните, что наука не признает, т.д. Вот, и вдруг я получаю такую информацию, для меня новую, с максимальным насыщением морозостойкости. Тут есть некоторые нюансы, нет такого в природе понятия максимальное насыщение морозостойкости. Вот, есть понятие здорового дерева, а это уже комплекс, само собой. Вот, и зависит он, в основном, знаете, от чего? Вот, то, что у них максимальное насыщение морозостойкости, пусть они, также, в плане вигнативной гибридизации, меня переплюнут. У меня это жесткие правила, как достичь максимальной морозостойкости, да? Ну, вспоминайте там, ой, нет, не буду, а то опять все вебинары повторить надо. Речь идет только о том, что дерево должно создать морозостойкий раствор, сверхморозостойкий, более морозостойкий, чем он был на юге. Вот, что, а максимальное насыщение, может, это вы их процитировали, может, сами так решили, не знаю. Вот, а вот этот, и то, что все-таки научное учредение, наверное, упоминается, российская академия наук. И все-таки они занимаются вигнативной гибридизацией, это здорово. Запринтитовали способ додавливания, вот, видимо, это их термин. Вот, теперь привая вегета гибрид снова на дичку, затем снова на гибрид привая дичку сверху. Видите? Получая этажерку, где гибрид в середине. И выбраковая после семи морозов. Ну, я, знаете, что бы хотел, Михаил, пожалуйста, я не нашел, я набрал вот это вот самое, вот это вот слова в ютубе, то есть в этом, в яндексе, и не нашел. Пожалуйста, пришлите мне это, где этот материал, где вот это все написано. Вот, конечно, я против этого, конечно, никакого додавливания нет, вот, просто, как сказать, ну, то, что они этим занимаются, то, что все-таки кто-то однажды решил, что рано Мичурину это списали. Вот это здорово, вот это я хотел подчеркнуть, уважаемый Михаил Васильевич. Ну, а дальше что? Я сильно много в этом и сказал, что-то пропущу. Так.